Дорогие друзья, привет из Тулуна, Восточная Сибирь! Поздравляю каждого из вас с новым 2021 годом, который каждый из вас разложит на простые множители самостоятельно. И хочу пожелать больше встречаться в реале, в автопе. Короче говоря, встречаться очно, лично, потому что на самом деле только лекции, которые я читаю живым людям, в живой аудитории, вдохновляют меня на дальнейшие лекции, записанные уже в интернете. И без оффлайновой составляющей, онлайновая умрет. Вот так. Ну а в подарок на новый 2021 год я хочу вам вот такую задачу преподнести, которую мне прислал Николай Сикачев из Сталина, наш подписчик. Вот. И вот что за задача. Она была в конкурсе, как я понял, кенгуру для пятых-шестых классов. Очень красивая. Очень, на мой взгляд, прямо... Задача такая. Вот есть такой фрагмент треугольной решетки плоскости на 10 вершинах. Такой граф, да, в котором довольно много равных расстояний реализуется. Такой дистанционный граф. Красивый и симметричный. И во все его 10 вершин вписаны, что бы вы думали, цифры от 0 до 9. Все, каждая по одному разу. А дальше посчитали суммы цифр в каждом треугольнике в вершинах. Вот здесь получилось 10, здесь 13, 14, 17, 18, 14, 15. Но картинка испортилась, и вот эти три, она попала под дождь, картинка. Вот эти три, здесь суммы стерлись. Нужно найти, какая цифра находится вот здесь, вот в вершине, которая является общей для этих трех стертых треугольников. Теперь, пожалуйста, поставьте на паузу и подумайте. Потому что перебором эту задачу, на самом деле, решать очень долго. И ясно, что на конкурсе не могло быть такого, чтобы дали детям эту задачу решать перебором. Из чего я исходил, когда ее решал? Решил я ее примерно за 5 минут, не за одну. То есть задача, на самом деле, не самая тривиальная. Ну вот, через несколько секунд я представлю вам свое решение. Это вы решаете сами. А теперь поехали. Итак, что можно главное заметить, да, что здесь происходит. Здесь я буду писать, тут вот надо представлять себе такую же картинку, я буду кое-что рисовать. Вот если здесь число альфа, могу ли я сказать, что здесь? Вот у меня два треугольника соседствуют друг с другом. Главная идея этой задачи. Если два треугольника соседствуют по стороне, то суммы в них отличаются на разницу значений здесь и здесь, потому что эти вершины общие. Поэтому, если здесь 10, а здесь 13, то вот здесь на 3 больше, чем здесь. Вот, теперь поехали. Пусть здесь альфа, вот здесь внизу альфа. Тогда, соответственно, наверху альфа плюс 3. Что еще я могу узнать? А вот что, что из вот этих двух треугольников, вот это 14, это 17, вот здесь еще на 3 больше, чем здесь. Соответственно, у меня такая картинка альфа. Альфа плюс 3 здесь идет. И через вот эту сторону идет альфа плюс 6. Так. Но это еще не вся информация, которую мы почерпнули таким образом. Смотрим дальше. Где я назвал бета? Бету я назвал вот эту вершинку. Значит, если здесь бета, то опять же через вот эти два треугольника, вот здесь, бета плюс 1, потому что 13 и 14. А здесь бета минус 4, потому что 18 и 14. Видите, да? Здесь 18 и 14. Значит, здесь на 4 меньше. То есть вот здесь в самой дальней точке бета минус 3. Бета плюс 1 минус 4 точнее. Бета минус 3. Бета, бета плюс 1, бета минус 3. Но еще есть гамма И если гамма сидит в центре То гамма Вот сюда будет гамма плюс 1 Правильно? Да, потому что 17 и 18 А вниз Гамма плюс 1 еще плюс 1 То есть гамма плюс 2 И вот мой х, который я не знаю Вот этот вот х я не знаю Теперь смотрите, что у меня В результате получилось Когда я собрал всю информацию, которая у меня есть У меня получилось Три таких вот набора Гамма, гамма плюс 1 Гамма плюс 2 Набор бета минус 3 Бета Бета плюс 1 И набор альфа, альфа плюс 3 Альфа плюс 6 И мне нужно Эти три набора Уложить в подряд идущие 10 цифр Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять От нуля до девяти Как они могут здесь поместиться? Вот это арифметическая прогрессия Да? А это три подряд Как в принципе три подряд могут быть совместимы с вот этой арифметической прогрессией? Подумайте чуть-чуть и поймете Что только одним способом Так как посередине не влезает три подряд То соответственно получается Что три подряд должно быть Либо с этого края Арифметическая прогрессия вот такая Либо наоборот С синим другой вариант Либо вот этой вот гаммы вот здесь Арифметическая прогрессия вот такая Сейчас я докажу Ну а про бету тоже понятно все Потому что бета Ну то есть там тоже Там как бы не Там остается некоторая свобода Да? Выбора У меня есть бета минус три Бета и бета плюс один Ну и вот соответственно Значит Вот это может быть b' минус три Это бета Это бета плюс один Или наоборот Вот это бета минус три А это бета Это бета плюс один То есть вот эти вот В зависимости от того Какой из этих вариантов про альфа и гамма То есть на самом деле У меня только два варианта И один из них Он приводит к противоречию Довольно быстро А именно вариант, который приводит к противоречию, это что гамма равно 7. То есть вариант вот этот, вот нижний, нижний вариант 7, 8, 9. Вот он у меня приводит к противоречию. Если гамма равно 7, то смотрите, что тогда. Тогда у меня альфа это 0. И тогда у меня происходит вот в этом треугольнике такая ситуация. Вот это 9, вот это 6. И сумма уже равна 15. Но в нем сумма всех равна 15, значит здесь должно быть 0. Но если здесь 0, тогда β-3 0, а у нас уже 0 за альфой. Повтор. В одном месте β-3 сидит, в другом альфа. У нас повторов нет. Здесь и здесь должен был бы быть 0. Значит, синий вариант не подходит. Если непонятно, еще раз пересмотрите. Или сами как бы, ну, додумайте эту мысль до конца. Ну и остается только один вариант, состоящий в том, что гамма это 0. И тогда у нас получается 0, 1, 2. Тогда у нас, соответственно, если это 0, 1, 2. То у меня альфа это будет 3. Тут будет 6. Тут будет 9. И остается, значит, для β у нас единственное место. β-3. β и β плюс 1. А у нас получается... Так, сейчас, 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 секунду. Эти все заняты уже. Эти заняты. Значит, остается для β у меня вот эти 4 кнопочки. И, соответственно, это только один вариант. Вот здесь β минус 3. Здесь β. И здесь β плюс 1. Вот. То есть, соответственно, β у меня равно 7. β плюс 1 восьми. И β минус 3 в четырем. И вот, пожалуйста, у меня остается ровно одна незадействованная цифра. Вот эта. И эта цифра 5. Поэтому ответ. x равно 5. Задача решена полностью. Без какого-либо существенного перебора. Считаю задачу замечательной. Автору респект и уважуха. Прекрасный задачный композитор. Всех еще раз. С Новым Годом! Маткульт привет!